В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. И снова о концессии. 28 января прошло очередное заседание Думы. Капризы природы или недосмотр коммунальщиков? Почему в городе возникают сложности с уборкой снега? Три победы, два поражения. Баскетбольный клуб «Атом» принимает участие в чемпионате Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. Изменения в плане приватизации муниципального имущества, положения муниципальных служащих, генеральный план города, местные нормативы градостроительного проектирования обсудили депутатами на Думской сессии 28 января. Также народные избранники вернулись к вопросу заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, а также объектов системы холодного водоснабжения и водоотведения. Подробности далее. Объекты теплоснабжения, которые находятся сейчас в муниципальной собственности, должны передать в конце еще до конца года. Как уверяют представители администрации, другого выхода нет. До 19 декабря 2021 года эти объекты сданы в аренду Саровской теплосетевой компании. После этого срока по закону заключить новый договор аренды нельзя. В то время, когда дата ввода объектов теплоснабжения превышает 5 лет, либо дата ввода объектов теплоснабжения хотя бы по одному объекту из числа предлагаемых свыше 5 лет, в таком случае осуществляется передача только по концессионному соглашению. Дата ввода объектов теплоснабжения, которые на сегодня находятся в аренде у теплосетевой компании, с 1948 года по 2017 год. Из-за этого передача прав в отношении объектов теплоснабжения возможно только по концессионному соглашению. Большинством голосов депутаты проголосовали за утверждение объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется концессионное соглашение. Еще один вопрос сказал с объектов холодного водоснабжения централизованной системы водоотведения. Их также могут передать в концессию. Большинством голосов перечень твердили. Также на доме депутаты обсудили уборку улиц зимой. От жителей поступает много обращений и жалоб на некачественную уборку последние две недели. По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Лобанова, сложности есть. Подробности смотрите в следующем репортаже. Походку от бедра пришлось сменить на шаги лыжника и пингвина. По обледеневшим тротуарам можно передвигаться только скользящими движениями, либо семенить, как обитатели Антарктиды, широко расставив руки в стороны. Только так удастся сохранить равновесие и не упасть. О том, что оттепель в середине недели сменит мороз, было известно несколько дней назад. Но коммунальщики вновь оказались не готовы оперативно устранить последствия капризов природы. Вопрос несвоевременной уборки улиц депутаты подняли на заседание городской думы. У нас сегодня на работу люди опоздали все, все добирались на такси. Ну кто на четвереньках, кто на такси, не знаю. Как пояснил Сергей Лобанов, дворники начинают работать с 7 часов утра, так как большинство сотрудников приезжают из-за зоны. И в это же время горожане добираются на работу. По словам директора ДГХ, у ДЭПа есть сложности по выполнению контракта по уборке и содержанию города. К тому же техника подводят не в самый подходящий момент. У ДЭПа в ночь произошел хорст-мажор, поломалась техника, в частности посыпалки. Да, по закону Бутерболда, они ее ремонтируют. Сейчас они стараются исправить ситуацию. Утреклотная техника была ремонтирована, дополнительные единицы были запущены. Прежде всего реагентами посыпают подъемы, перекрестки, тротуары на мостах и проходных участках дворов и улиц. Телефон в кабинете прораба дорожного участка в этот день не смолкал. Жители просили срочно посыпать тротуары. Но сегодня, видите, что было. Надо было в первую очередь пробить автобусные маршруты, а потом уж попадать к вам. Сейчас я позвоню мастеру, сейчас они заедут к вам, посыпят. Вернись, пожалуйста, засыпь, Света, ой, это Катя, засыпь, пожалуйста, тротуар, очень-очень тебя прошу. Сотрудники ДЭПа работают в две смены. С восьми вечера по городу ездит спецтехника, чистит и обрабатывает реагентами. Но в ночь на четверг две машины сломались. Рабочие первой смены вышли на улицы, как и положено с утра. Машинки быстренько где-то у нас часов в девяти, наверное, даже выехали, их сделали, они поехали тоже посыпать. Потом, значит, взяли, даже загрузили ЗИЛ самосвал, и ЗИЛа самосвала рассыпали по кучкам и тоже начали посыпать. И ЗИЛ, у нас еще есть ЗИЛ, которого нет ни отвала, ни щетки, он проходит по тротуарам. Он тоже начал посыпать, широкие тротуары, как их мы называем. Остальное все посыпали вручную. Все посыпали вручную. Конечно, все тротуары мы сегодня никак не посыпем. В первую очередь реагентами обрабатывают те улицы, где больше движения людей, тротуары с сильным уклоном и подходы к медучреждениям. Мы должны в первую очередь посыпать тротуары, где у нас народ идет на первый и третий завод. Скажем, Московская, Музруково, Южное шоссе, Варламская дорога. Потом у нас люди ходят, например, Фрунзе, лестница Миру Мир, вот так, железнодорожная. То есть, вот где больше, Духово, 21-я площадка, это обязательно. То есть, мы сначала делаем, когда люди, Маслиха, больничный городок, Семашка, первая поликлиника, потому что вторая поликлиника. То есть, вот стараемся охватить, но, конечно, за час, за два это все не охватить. Это слишком большой объем. Во вторую очередь посыпают улицы возле учреждений образования, магазинов. Обрабатывают дороги и тротуары песко-соляной смесью. Сейчас над устранением последствий непогоды трудится порядка 80 сотрудников ДЭПа. Вторая смена, это чисто механизированная, считается дежурная служба. Дежурная служба у нас называется. Это приходит мастер, они работают с 20.00 до 5.00. Это основная смена, но две машины дежурных остаются до 8.00 и Амкадор. Это на всякий случай. То есть, грейдер, трактор, они работают вот с 20.00 до 5.00 утра. Все, 8 часов. А дежурная смена, Амкадор и две машины, посыпалки, они работают 11 часов. Потому что, мало ли что, где-то что-то случилось с 5.00 до 8.00 в городе обязательно кто-то должен быть. По сообщению клинической больницы, в четверг только до обеда в приемные покои с травмами и ушибами в результате падения на льду обратились около 30 соровчан. Это в два раза больше, чем в обычные дни. По поручению главы города Алексея Сафонова, департамент городского хозяйства провел проверку работы коммунальных служб. В итоге, над устранением последствий непогоды работают свыше 150 сотрудников ДЭПа и управляющих компаний и более 40 единиц техники. Строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области. Протяженность Нижегородского участка трассы составит около 280 километров. Он пройдет по территории шести муниципальных районов и двух городских округов, где в общей сложности проживает порядка 230 тысяч человек. Новая автомагистраль позволит разгрузить трассу М-7 «Волга» и улучшить междугороднюю логистику. Подрядчик уже завершил геологические и геодезические изыскания и начал перед дислокацией техники и монтаж вахтовых поселков. Работы должны завершиться в 2024 году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 возобновляет запись к некоторым узким специалистам. Связано это с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. С 1 февраля в поликлинике номер 1 начинают плановые приемы эндокринолог, кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог. Предварительная запись на две недели доступна на портале пациента, войти на который можно через официальный сайт КП-50 и по телефону колл-центра 95511. Единый государственный экзамен в этом году пройдет в рамках ранее установленных требований, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он пояснил, что ЕГЭ-2021 должны будут сдавать те школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения. Те же, кто идти в вузы, не планируют, сдадут экзамены только по русскому языку и математике в своей школе. Масштабный выпуск вакцины Пивак Корон начнется в феврале, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На производство выделено более 2 миллиардов рублей. Вакцину разработали в научном центре «Вектор». Сейчас в нашей стране идет массовая вакцинация спутником В, а центра имени Гамалии. На подходе третья по счету российская вакцина Кови-Вак. Ее создали в центре имени Чумакова. Это уже третья разработка наших ученых, и в ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот. Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса, сказал премьер-министр Российской Федерации. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев заражения коронавирусом. Из них 469 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 11 человек. 96 выздоровели. Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учреждения культуры провели для жителей исторические марафоны, выставки памяти и конкурсы детских рисунков, книжные обзоры, викторины, показы патриотических фильмов. В Сарове акция прошла в Клубе здоровья. Активисты раздали гражданам информационные листовки и рассказали о том страшном времени нашей истории. Здравствуйте, предлагаем принять вам участие в акции «Блокадный хлеб». Сегодня ровно 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Вы можете ознакомиться с точками и взять их на память. Не речь, не стесняйтесь. В Клубе здоровья всероссийская акция «Блокадный хлеб» проходит второй раз. В прошлом году ребята раздавали информационные листовки и паек хлеба 125 граммов. Такую норму выдавали жителям Ленинграда. В этом году активисты подготовили листовки в виде хлебной карточки и рассказывали о том страшном периоде. 27 января, ровно 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая была в 1944 году. Эта блокада напоминает нам о подвиге наших героев, о мужестве и о силе воли, которую они смогли это все пережить и подарить нам мир на небо над головой. Арина пришла в военно-исторический клуб победителей всего полгода назад и в акции памяти участвует впервые. Самыми благодарными слушателями девушка считает малышей. Здесь занимаются в разных кружках, в центре школьной работы много детей разных возрастов. И тоже им интересна эта тема. И если задают вопросы, мы с удовольствием отвечаем на их вопросы. И сейчас тоже рассказали им про то, что 70 лет назад была блокада Ленинграда, о том, что было сложно людям тогда жить. И они с удовольствием слушают, с интересом. Активисты клуба «Здоровье» подошли творчески к созданию военной атмосферы. В холле играла военная музыка, участники акции были одеты в форму, а на столе разместили военную атрибутику – ружье, фляжку, каску и метроном. В подготовку акции каждое объединение клуба внесло свою лепту. Игротека подготовила стенды, распечатала листовки с информацией о блокаде. Тематическую выставку сделали наше объединение и клуб победителям. Акция памяти продолжалась 1 час с 16.30 до 17.30. Гостей встречал пес Кекс в образе десантника. Баскетбольный клуб «Атом» начал сезон в декабре прошлого года победой в Балахне. Затем последовали игры в Шахуне, Павлова, Арзамасе и Заволжье. Итог матчей – три победы и два поражения. Как саровские баскетболисты оценивают свои шансы на победу в чемпионате Нижегородской области, расскажем далее. Три победы и два поражения – текущий результат БК «Атом» на областном чемпионате. Сейчас команда занимает третью строчку турнирной таблицы в своей группе. Несколько игроков в начале сезона болели. Из-за этого все встречи выиграть не получилось, говорит капитан. Последняя игра была в субботу в Заволжье. То есть была уже полноценная команда. И игра была, соответственно, уже совсем другая. Результат был печальный для Заволжья, мы их разгромили, можно сказать. Тренируются баскетболисты три раза в неделю. Основной конкурент в этом сезоне – команда «Газоэлектроника» из Арзамаса. С ней «Атом» встретится дома 20 марта. Павлова, та же северная долина в Шахуне, тоже крепкая команда. Там молодые парни, студенты. С ними тоже очень придет сложно. Но дома, как практика показывает, проблем не создают они. Плохо еще того, что сейчас видите из-за ограничений нельзя посещать зрителям. Это тоже очень большой минус. У нас зрители ходят, болельщики довольны и нам приятно. Но пандемия принесла и что-то полезное. Из-за того, что со всех встреч есть записи и трансляции, баскетболисты могут просматривать и изучать игры других команд. Вместе с тренером выстраивать тактику. Он делает нарезки. Мы каждую команду, точнее, сначала он изучает ее, выбирает сильных игроков, какие у них сильные моменты, на что обратить внимание. Он нам это все доводит. И мы к каждой игре готовимся таким вот сейчас еще методом. Следующую игру саровчане проведут дома с волной из Балахны. Завершать первый круг областного чемпионата «Атом» будет на встречах с Кстова. 13 и 20 февраля. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая и сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. 30 и 31 января там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На «Ямарке» есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. «Мед с акацией» очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. На «Ямарке» медовой феерии вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры, как аэрозоль брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце 30 и 31 января с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!